Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. По сути, у нас остался последний рывок, где мы ждем и, безусловно, планируем неплохо отработать тот новостной фон, который запланирован сегодня. И сразу хочу сказать, друзья, может быть, вы уже познакомились с экономическим комментариям, вы уж точно согласитесь со мной тоже, что отчеты стоящие, чтобы их проанализировать и попробовать поспекулировать по факту их выиграть. Сегодня, в цвете внимания, для нас британская валюта, хотя с учетом той волатильности, которую мы наблюдаем в последние дни, фунт и без того остается тем инструментом, за которым, ну, просто нельзя, не следить. Также мы сегодня продолжим наблюдать за поведением доллара, индексом американской валюты и тем, как американец адаптируется к новым вводным фундаментального фонда. Нефтянка. Безусловно, еще один актив, на который мы традиционно обращаем внимание. Сегодня интерес к этому инструменту приурочен еще и к выходу данных от Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. Это событие, отчет, закрывающий текущий день и неделю, поскольку традиционное время его публикации 21.00 по московскому времени. Ну и, как и говорил, друзья, изначально мы с самого начала недели готовились к очень важному релизу для канадской валюты, потому что сегодня мы подведем итоги целой серии сильных, важных отчетов, которые мы получали в последнее время. Ну, сильные — это не то, что они хорошие, а сильные в плане значимости и с точки зрения того, как они позволяют нам рассуждать о том, что происходит в экономике. Сегодня у нас темп экономического восстановления регионы, и я вас заранее настраивал, что у нас, скорее всего, будет плохая статистика, поэтому канадец, который уже активно снижается против доллара, рискует очень плохо для себя завершить текущую неделю. Хорошо для нас, потому что мы не верили в этот инструмент и давно, собственно, его продаем. Напоминаю то, что цели по данному тандему активов у нас были довольно консервативные. Сначала отметка 1.28, потом я ориентировал вас на уровень 1.29, 1.30. Сейчас вот эти более высокие горизонты, они, конечно же, крайне интересны, потому что пара доллар-канадец активно приближается к, собственно, данному рубежу. Котировки 1.28, 1.29 сейчас, друзья, то есть до суперцели 1.30 остается каких-то 170 пунктов. Для тех, кто хочет поддержать пару еще в расчете на то, что она закрепится выше, я разделяю вашу позицию, друзья. Тут можно замахиваться даже на горизонты в 1.34, 1.35 вполне возможно, потому что текущий фундамент, особенно с учетом новых водных, и решение Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали, только добавляет уверенности в том, что мы правильно все делаем. Ну а теперь вкратце давайте пробежимся по вот этим основным инструментам, на которые я рекомендовал вам сделать оставку. Нефтянка у нас продолжает снижаться, 64.30 это закрытие прошлого дня, 63.88 это актуальные котировки. Рынок, безусловно, продолжает резонировать на блок статистики от администрации энергетической информации, на данные по изменению запасов нефти, бензина, дистиллятов, в целом углеводородов, на динамику производства нефти, в частности, говоря про запасы. Напоминаю, что они выросли. Вот, кстати, в комментариях большое спасибо за то, что сделали акцент на то, что не совсем тривиальная сейчас ситуация с запасами бензина. Я абсолютно с вами согласен, друзья. И, возможно, трейдеры как раз вчера и позавчера особенно стали сбрасывать нефтянку, потому что обратили внимание на не совсем объяснимый, казалось бы, прирост запасов, собственно, бензина. Я хочу отметить, друзья, то, что, ну, с одной стороны, такая динамика не такая уж и необъяснимая. Но кто-то, согласен, связывает ненормальный показатель с тем, что, послушайте, мы говорили про сезон технического обслуживания на нефтеперерабатывающих заводах. И, соответственно, если, разумеется, эти крупнейшие НПЗ не перерабатывают нефть и не ингенерируют нефтепродукты бензин, то за счет высокого внутреннего спроса, поскольку запасы бензина не прибавляются, они, напротив, должны сокращаться. Я согласен, мойка здесь есть, но в то же время мы сейчас говорим о совершенно другой тенденции. Может быть, и тот же самый спрос, такой уж и высок, с точки зрения внутреннего рынка. Возможно, друзья, нам не стоит пока особо оперировать сейчас данными по запасам бензина, поскольку показатель очень полосильный. Лучше, скажем, снова анализировать привычные для нас категории – это запасы в целом нефти и объем добычи. А здесь вся статистика явно располагает к тому, чтобы и дальше ставить на штаты, как на регион, который продолжит нам помогать дисконтировать стоимость нефти, всевозможные риски с чрезмерным перепроизводством, с снижением эффективности, либо даже подавлением усилий ближневосточного картеля по стабилизации цен, восстановление ценовой конъюнктуры спроса и предложения. Главный вывод, наверное, который мы можем сделать сейчас, до тех пор, пока штаты не присоединятся к ключевым производителям нефти в плане действий по снижению добычи, ситуация в целом на рынке не изменится. Рынок будет находиться в состоянии перенасыщения, и мы, будучи долгосрочными трейдерами, так и останемся, скажем, в направлении исключительно продаж нефтянки. Ну и будем на этом, конечно же, хорошо зарабатывать. Друзья, нефть снижается, я думаю, что 60 долларов за баррель как поддержка – это вопрос самого ближайшего времени, то есть немножечко еще осталось ждать. Не хочу рекомендовать и ориентировать то, что по мере тестирования этой планки с рынком можно будет выйти. Для тех, кого устроит профит, он действительно будет существенно, можно поступить и так. Но мы долго ждали развития нисходящей тенденции. Думаю, что можно будет посидеть в расчете на еще более, скажем, глубокую динамику для этого актива и попробовать подловить нефтянку уже ниже 60 долларов за баррель. Рубль 56,78 – даже президентские выборы, которые совсем на носу, пока не очень-то способствуют бодрости российского валютного актива, тогда, когда снижаются цены на них. Ну, здесь, с одной стороны, мы лишь можем сделать вывод о том, что для сырьевого валютного инструмента, ну, конечно же, не может быть реакция исключительной бодрости тогда, когда главный экспортный ресурс находится в таком удочающем положении. Но все-таки тема президентских выборов – это фактор поддержки, который сейчас не нужно игнорировать, просто допустить, друзья, то, что до тех пор, пока эта составляющая не минует, мы не сможем увидеть мощное давление на Рубль и, скажем, движение пары в районе 58, либо там, к цели нашей 60. Но эта тема все-таки минует, и для тех, кто уже давно занял длинные позиции, я думаю, что уже в перспективе ближайшего месяца мы снова сможем приблизиться к отметке 60. Ну, может быть, не протестировать еще этот уровень, но уж точно закрепиться там выше 58-50. Пока не вижу причин оставить на укрепление российского валютного инструмента. Доллар японская иена, здесь нужно сказать, что доллар сейчас против иены снижается. Но, опять же, тут же нужно делать ремарку на то, что сейчас основная причина такой динамики американца против иены не в том, что доллар получил какой-то мощный бинок, который указывает на то, что он должен стоить дешевле. Нет, здесь нужно снова делать ставку на защитные свойства японской валюты и на те риски, которые локально появились на рынке. Я, безусловно, сейчас о них расскажу. Это риски, которые снова повысили спрос на защитные инструменты, на франк, на, собственно, облигации, на драг металлы и, в частности, на японскую валюту. Но, прежде чем перейти к вот этому фактору спроса на защиту, я считаю, что нужно перечислить еще и по релизам отдельных в, скажем так, хронологическом порядке те отчеты, которые мы разбирали вчера, чтобы еще раз для себя четко понять и сделать, может быть, вывод, который уже и не требуется делать. Но, все-таки, для укрепления позиций тех трейдеров и веры, кто ставит на рост доллара, это подтверждение, все-таки, публикуемых сильных макроэкономических данных. Поскольку, что не день, то очередной повод у нас спекулировать на то, что американский регулятор действительно будет многократно повышать ставки в этом году. В общем, личные доходы, друзья, по итогам уже вчерашних отчетов выросли на 0,4%. Прекрасное значение, в целом, можно сказать, то, что доходы после уплаты налогов, это все следствие реализованной налоговой реформой от Рампа, ведь налоги были сокращены не только для корпоративного сектора, но и для физических лиц. Доходы после уплаты налогов выросли на 0,9%. Это максимальное значение с 2012 года. Личные расходы также прибавили на 0,2%. Заявки на пособие по безработице 210 220, это минимум с 1969 года. То есть, вы не ослышались, действительно, с 1969 года. Не, там, 99-го, не, это 89-го. То есть, у нас крайне рекордные цифры, указывающие на то, что рынок труда остается в таком прогрессирующем, динамичном состоянии. Активность в производственном секторе АСМ 68 против 59,1. Здесь тоже у нас многолетний рекорд, поскольку мы наблюдаем максимальное значение с 2011 года. И благодаря таким сильным цифрам, разбирая по компонентам, можно показать то, что Штаты, скажем, был зафиксирован прогресс в 15 секторах из 18. Но это явное доказательство того, что сейчас весь сектор, вся промышленность также остается на подъеме. Но признаю то, что производственный сектор для американской экономики – это не основной драйвер роста. На него приходится около 15, ну, может быть, чуть больше процентов от всего ВУП. Но в то же время льви на части относится на ассферу услуг. А со сферой услуг, как вы помните и знаете, ситуация ничуть не хуже. Индекс разгона инфляции здесь еще более крутой прирост. С 72,7 мы выросли до 74,2, друзья. То есть такая цифра и такой отчет явно указывает и подтверждает верность прогноза и видение общей ситуации с инфляцией, которая была озвучена еще представителями американского регулятора. Я снова повторяю то, что еще и после протоколов минувших мы с вами сделали абсолютно правильный вывод о том, что представители американского регулятора стали более уверены в перспективах роста национальной экономики и инфляции. Вернемся еще к комментариям Джерома Паула, который во вторник порадовал нас нужной риторикой, подтвердил приверженность, опять же, вектору более жесткой монетарной политики. Спасибо ему за это, потому что мы уже характеризовали его выступление как переломное для доллара, и это все еще сохраняет, скажем, в плане вывода и правильности его. Думаю, в этом не нужно сомневаться, поскольку за последние дни мы только лишь получили еще больше сигналов того, что ФРС будет разгонять процентный статус, потому что сам Джером Паула сослался на скорость темпов нормализации денежной политики, которая будет зависеть от публикуемых данных. Ну, вот судя по вот этим отчетам, которые мы получили вчера, я думаю, что мы вправе уже ориентироваться даже не на три повышения ставки, а на четыре. И в качестве такого дополнительного вам сообщения, опять же, со ссылкой на Паула хочется отметить то, что он также признал, что даже четыре повышения процентной ставки будут соответствовать тактике последовательной постепенности. Это вот любимая формировка Джанет Хиллин, которая сейчас была перенята и новоиспеченным главой американского регулятора. Ну, резонный вопрос, друзья. Раз все так неплохо сложилось в плане статистики для доллара, почему же все-таки под закрытие дня мы наблюдали не ту динамику, на которую могли бы рассчитывать? Потому что в этот раз доллар просил не только против защитных оппонентов, но и уступил позиции рисковым инструментам. Действительно, евро, фунт, который снижался с полицейского новозеландец на азиатской сессии, даже в начале европейских торгов, под конец дня смогли оправиться и отыграть потери. Собственно, подобная динамика уже распродаж доллара стала следствием очень неожиданного для рынка сообщения, которое было сделано, собственно, Трампом, о том, что США вводят импортные пошлины на сталь в размере 25% и 10% пошлины на алюминий. Это явное проявление протекционизма, который направлен на защиту национальных производителей. Это явные, скажем, действия, жест, направленные в сторону развязывания торговых войн. И тут же мы услышали, скажем, в качестве, может быть, защитной реакции, может быть, просто констатации того, к чему это может привести, массу комментариев о том, что мировая экономика может от этого только пострадать. Ну, да, Соединенные Штаты Америки в лице Трампа, администрации Трампа, ну, лучше сказать, действительно, Трампа, мы помним, что еще во время предвыборной кампании он делал очень большую наставку на то, что будет использовать вот эти рычаги, инструменты протекционизма, потому что, прежде всего, Трампа заботит именно отсутствие проблем для национального промышленного сектора. И в данном случае с этой позиции можно объяснить, ну, понятно было и подобных действий, но рынок к этому явно не был готов, потому что до последнего все были уверены, что Соединенные Штаты Америки будут более толерантны, скажем, и терпимы в подобных жестких действиях и мерах, ну, все-таки это ведущие экономики мира. Что касается реакции, вот Европейский Союз уже сообщил о том, что поскольку такие действия идут в разрез, не могут быть оправданы в защите национальных интересов, то Европейского Союза, который крайне уязвим в связи с подобных решений, имеет право обратиться к ВТО, а спросит показать уже совместное давление на Соединенные Штаты Америки. Канада отреагировала это, в целом нельзя было не заметить в динамике канадского доллара, в том числе и в том, что любой тариф подобного характера будет абсолютно неприемлем для канадской экономики и для канадских экспортеров. И эти действия приведут к негативным последствиям, в том числе и для американских покупателей, многие из которых действительно зависят от импорта. Друзья, ну в любом случае, сейчас возможно рано говорить о каких-то последствиях, как-то наперед, на совсем долгосрочные интересы закладываться под данный областной фонд. Ну очевидно, что это то, что спровоцировало распродажи металлургических компаний, промышленного сектора. Мы это могли заметить, собственно, по капитализации основных фондовых индексов, в состав которых входят эти компании. Мы вчера видели очередные распродажи в американскую фондовую рынку. Можно снова взлезать и с перспективами, увеличившимися того, что ФРС будет получать процентные ставки. Ну и все-таки, скорее всего, американский фондовый рынок вчера просел тоже довольно серьезно на вот этих протекционистских действиях и решениях, которые были приняты администрацией Трампа. Будем следить за этим фоном, за этим фундаментом. В целом, друзья, я думаю, что рынок сегодня уже успокоится. Все-таки придется переварить эту тему. Ну, решением все-таки уже невозможно откатить, и вряд ли Трамп принимал бы его, если через несколько дней планировал их изменить. Поэтому с этим уже нужно жить. Нужно признать то, что все-таки вероятность этого была, потому что мы помним основные программы и основные идеи о предвыборной кампании Трампа. Поэтому это произошло просто сейчас, тогда, когда мы на это не настраивались и это не ожидали. Ну, возможно, уже на следующей неделе у нас будет возможность вернуться с вами к нашим привычным локальным отчетам и попробовать снова найти поддержку для роста доллара и, разумеется, роста доллара, который окажет давление на рисковые инструменты. Забегая вперед, хочу отметить, друзья, то, что в следующей неделе будет крайне насыщено на события, чего стоит только рынок и труда Соединенных Штатов Америки. Сначала ИТП, потом Non-Farm Parallels. Плюс ко всему у нас на следующей неделе еще и решение по ставке Австралии, решение по ставке Банка Канады и решение по ставке Европейского Центрального Банка с пресс-конференцией Драги. В общем, неделя ставок, неделя безумной волатильности. И будем надеяться, неделя, которая поможет нам зафиксировать еще больший профит, потому что рисковые инструменты при определенном развитии событий могут столкнуться с еще большими распродажами. Фунт против доллара, чтобы особо сильно сейчас не задерживаться на этой валютной паре, я думаю, что разбирать мы прошлые отчеты снова не будем. Я надеюсь, что вы все уже осознали причину последних распродаж британской валюты, которая была вызвана довольно пессимистичными комментариями главного переговорщика Европейского Союза Бранье, который выказал сомнение в осветительной способности Тереза Мэй, обеспечить соглашение по переходному прейсу. Давайте пока не будем ставить крест на это, тем более, что сегодня у нас выступает и Тереза Мэй. Кстати, по времени, друзья, пока у вас сиритировать не могу. Пытался найти конкретно, когда нам стоит ожидать, но не смог. Но если вас интересует это событие, если вы торгуете британцем, думаю, вам можно быть сейчас повнимательнее к новостным сфоткам. Думаю, что время будет объявлено в ближайшее время. Ждем, собственно, это событие и ждем, что Тереза Мэй сможет восстановить все-таки оптимистичный настрой относительно того, что прогресс по брейсу не заставит себя долго ждать, и она, как и раньше, готова идти на определенные уступки для Европейского Союза. Плюс ко всему у нас еще и выступление Карни в 13.00 по московскому времени. Сразу хочу сказать, что Карни будет ссылаться на определенные риски неопределенности относительно переговороческого процесса по Брэйзиту, но повторит готовность британского регулятора повышать процентные ставки, поскольку они необходимы для борьбы с крайне высоким показателем инфляции. Это тоже позитивный фактор для какого-то. В общем, сегодня поддержка может прийти сразу как со стороны национального непосредственного фундамента, уже со ссылкой на статистику, так и со стороны политических факторов в виде подробностей переговороческого процесса по Брэйзиту. Поэтому сегодня фонд будет ходить, может быть, даже паксимнее многих других инструментов. Ну и что касается канадского доллара, в 16.30 мы ждем данные ПОВП, ожидаются плохие цифры, плохой показатель ПОВП еще больше снизит вероятность того, что Банк Канады будет дальше повышать процентные ставки до конца этого года. Это, безусловно, негативный момент для валюты. Против канадцев действует еще снижение цен на нефть, доллары, о которых мы также говорили. Ну вот тот фонд, который я озвучил, как вы понимаете, по идее негативный для американской валюты, потому что мы видели вчера, как на сообщении Трампа о вводе импортных пошлин отреагировали доходности облигаций, они снизились. Но мы рассматриваем все-таки здесь тандем доллара против канадцев. То есть эти импортные пошли, они направлены в том числе и против канадской экономики. То есть аутсайдер среди этих двух инструментов, он очевиден, собственно, так же, как и аутсайдер по страновому масштабу, Канаду, потому что канадская экономика, как ни крути, несмотря даже на заявление, что и Штаты от этого проиграют гораздо больше. Поэтому доллар-канадец, как я начал, собственно, этот брифинг, обречен на сохранение бычьей динамики, и будем ждать пару выше отметки 1.30. Ну, друзья, собственно, на этом все. Основные события мы с вами перечислили. Ждем, смотрим, как рынок отреагирует на них. Остается только пожелать вам хорошей прибыльной торговой сессии. Как и всегда, необходимо контролировать риски. Это ключевое правило, постулат для любых, скажем, формаций, спекуляций, кратких, сочных, неважно. Не забывайте, что у вас есть возможность составлять вопросы, комментарии на нашем канале на YouTube. Пользуйтесь этой возможностью. Ну, и также не забывайте о том, что есть и возможность ставить лайки, большие пальцы, за которые, конечно же, большое всем спасибо, друзья. На этом все. Хорошей вам пятницы, закрытий недели и, безусловно, хороших выходных. Увидимся с вами в понедельник, как всегда, в прямом эфире в 9.30 по московскому времени. Подключайтесь, собственно, к прямому эфиру через перископ. Ну, либо не забывайте, что сразу же после записи, точнее, после прямого эфира запись будет доступна на нашем канале на YouTube. Всего доброго. До свидания.